На Старый Новый год существует традиция калядовать. Каково же было удивление сотрудников одной из славянских микрофинансовых организаций, когда к ним вместо калядующих ворвался мужчина в маске и, угрожая пистолетом, стал требовать деньги. Продолжение этой совсем не новогодней истории в нашем следующем материале. 13 января. Рабочий день в одной из микрофинансовых организаций подходит к концу. Заходит последний посетитель, который пришел за деньгами. Вот только взять их он решил не под проценты, а угрожая оружием. Давай, быстрее. Я говорю, давай быстрее. Я серьезно, давай. Быстрее. Вставай. Быстрее. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения расположенных в помещении, а также в районе совершения преступления и составили ориентировку на розыск подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 43-летнего жителя Калининского района по месту его проживания. Как оказалось, задержанный неоднократно совершал разбойные нападения. С помощью маски и пневматического пистолета он грабил магазины в своем районе. Он уже идет вот с этой стороны и идет ко мне. Я даже не подняла, я думала, ряженые ходят все-таки в праздник, вот как там, козу водят. А он идет, значит, и пистолет у него в руке. Я смотрю, на игрушку на детскую похож. И маска резиновая на физиономии. В джинсах, в черной, значит, курточке такой или толстовкой, капюшон. И подходит, говорит, выручку давай. Я не поняла, говорит, чего тебе? Выручку давай. Ну, я как-то так испугаться не успела, с морды маску стащила. А он сразу увернулся и убегать. И все. И как-то так вот все. Что, мы следом? А его след простыл. Жертвами преступника становились не только продавцы магазинов, но и одиноко проживающие пенсионеры. Ночью, ворвавшись в дом, он грабил стариков. Зашел сюда, на корточке встал, открыл тумбочку. А в тумбочке меня в коробке, картонная коробочка, лежали деньги. Он как-то сориентировался быстро все это сделал. Раз, коробку вынул, глянул деньги в карман и быстро гарантировался. И на этом дело закончилось. Ну, это быстро все, минут 3-5, наверное, было. Выручка грабителя, как правило, была небольшой. В нашем районе из кассы микрофинансовой организации преступник украл всего 3 тысячи рублей, за которые ему теперь придется провести за решеткой до 10 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие. Анна Монастыренко, Константин Монастыренко, программа События.